Актуальны ли сегодня книги и мысли писателя Горького? Нужны ли они подросткам, а взрослым людям? Именно на эти вопросы отвечали участники дебатов, которые состоялись на базе Центральной городской библиотеки имени Пушкина. Выступающими стали учащиеся 5-й и 20-й школ. Зрители – ребята из 13-й школы. Обычный мальчик из разоренного купеческого рода, который, в общем-то, вроде бы никаких надежд не подавал. А вышли из этого мальчика несколько томов первоклассной литературы, классической литературы. Старшеклассники заранее готовили тезисы и аргументы в защиту двух позиций – позитивный реалист и сумрачный фантазер. Первый доказывал актуальность произведений Максима Горького, а второй – отсутствие необходимости их изучения в школьной программе. И так же это относится к Горькому. Он может быть великим человеком, у него могут быть умные мысли. То есть он такой умный, почему он не написал прочие понятия, почему вот эта вот чернуха постоянно... А третью роль – безразличный. На протяжении всей дискуссии играла Евгения Шарова. Девушка, несмотря на свои большие литературные познания и интересы, легко вошла в образ подростка, который равнодушно относится к книгам. У меня были разные чувства. Сначала, когда дебютировали, если можно так сказать, Влад и Мария, я была на стороне Марии. Мария четко говорила по фактам, была уверена в своей позиции и приводила довольно-таки хорошие аргументы. Когда дебютировали Михаила и Екатерина, я сменила свою позицию, так как Михаил говорил про более сложные, более философские, я даже сказала, мысли. И я ушла довольно-таки в смешанных чувствах. По итогам конкурсных испытаний сформировалась команда Сарова из трех старшеклассников. Далее наши ребята с помощью телемоста примут участие в дебатах с представителями других районов Нижегородской области. На этом этапе целая команда будет защищать какую-то одну позицию. Я глубоко и давно убеждена, что, в общем-то, наши молодежь достаточно умные и во многих случаях умнее нас взрослых. Другое дело, захотят ли они говорить. Говорить при всех, высказывать свои мысли. Но здесь вот так получилось, что заговорили и говорили очень интересно. Проект «Фокусе современного подростка» дал возможность старшеклассникам пообщаться друг с другом, показать глубину своего внутреннего мира и продемонстрировать умение вести дискуссию. Ульяна Скородумова, Кирилл Новикевич, Александр Мальков, Служба новостей Сарова-24.